Девочки, всем доброе утро! Я только что приняла душ, нанесла на голову бальзам. Сейчас покажу. Вот такой вот бальзам. Новый. Экспериментирую. Если честно, не очень он мне нравится, из-за того, что у него такой яркость, салатовый цвет. Мне вообще не нравится. Сейчас проведу очищение своего лица. И сегодняшний день вы проведете со мной. Решила вам заснять то, как проходит моя утренняя процедура умывания. Итак, с чего же я его начинаю? Сначала я беру вот такой вот спонжик и обычное мыло DAF. И в первую очередь я умываю свое лицо спонжиком с мылом DAF. Следующим этапом у меня идет мицеллярный скраб от Эйвон. Наношу скраб уже просто руками, без спонжика. И прохожусь по всему лицу со скрабом. Следующий этап. Я беру умывалку от Арифлейм. Вот такая вот. Эта умывалка направлена на то, чтобы делать глубокое очищение от черных точек, от всяких прыщиков и все в таком роде. И уже умываемся этой умывалкой. После очищения нашего лица я обычно наношу какую-нибудь маску. Либо тканевую, либо обычную. Сегодня я взяла вот такую вот масочку. Это у меня от Фаберлик, Алоэ Веры и Ежевика. Кисточка у меня, кстати, для нанесения масок тоже идет от Фаберлик. Обязательно распределяю еще плюс на зону шеи. Алоэ Веры и Ежевика. На глаза я нанесу вот такие вот патчи. Это у меня тоже идет от Фаберлик. Они такие с блесточками. И я уже чувствую такое, знаете, слегка-слегка легкое пощипывание. Так, и на губы я нанесу вот такое вот масло от Арифлейм. Выносить я буду кисточкой. Все, теперь ждем 15 минут. И затем все смываем. Девочки, прошло 15 минут. Сейчас я буду все это снимать. Посмотрим, что у нас. Ой, ну глазки вообще, конечно. Патчи поработали очень хорошо. Мне очень нравится. Прям видно, что кожа под глазками такая отдохнувшая. Но на камеру плохо передается, потому что здесь освещение у меня в ванной очень плохое. Сейчас буду смывать эту маску и бальзам с волос. Так, все, я все смыла. Бальзамчик поработал очень хорошо. Волосы у меня такой не спутанные, хорошие. Что я делаю следующее? Я на волосы наношу вот такое вот масло. На данный момент у меня от Клискур. Немножко. Чуть-чуть тут. И чуть-чуть тут. Так, и следующее у меня тоже идет от Клискур. Такой вот кондиционер для легкого расчесывания. Ну и как бы я потом, когда сушу феном, его, кстати, надо хорошо сболтать. А потом, когда я сушу феном, волос не так вредится от сушки, тем более он у меня и так сухой. Как бы, чтобы хоть немножечко он был поувлажненней, наносим вот такой вот кондиционер специальный. Так, все, с волосами я закончила. Что с лицом? Следующий этап у меня идет очищение. Это я его очищаю вот таким вот тоником. Тоник у меня идет из той же серии, что и умывалка, это Reflame. Возьмем диск. И затем вот очищаю тоником лицо. Также прохожусь по шее, по зоне декольте. Так, следующий этап. Я наношу на лицо вот такую вот сыворотку. Эта сыворотка у меня, эта сыворотка у меня от Faberlic для лица. Мне очень нравится, что она с пипеткой. Не надо как бы руками лазить в сам флакончик. Так, распределяю сыворотку. Мне она очень нравится. Такое, знаете, сразу насыщение, питание кожи идет. Ну и завершающий этап. Я наношу вот такой вот крем. Это тоже из той же серии от Reflame. Ну вот оно идет одной серии умывалка, тоник и крем. Крем у меня идет дневной. И есть ночной вот такой вот. Это я уже наношу, когда перед сном умываюсь. Так, и сейчас нанесем дневной крем. Теперь надо высушить волосы и нанести дневной макияж. Так, мы подошли в мою спальню. Сейчас я буду сушить свой волос. Делать небольшую укладочку. Придадим объем моим волосам. Сушу я его вот таким вот феном от Vitec. И видите, на нем вот круглая расчесочка. Вот. На нем круглая расчесочка. Мне ему очень удобно свой короткий волос укладывать. Так что приступаю к работе с феном. Вhew. В записи. Возвращение. Возвращение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, волосы я высушила Обычно если я решаю остаться с распущенным волосом То после сушки феном я прохожусь утюжком И вот эти вот все кончики, вот это вот все я выпрямляю И у меня такие ровные, такие красивые прядки ложатся на лицо Как бы и тут они становятся ровными, красивыми Но так как сегодня я никуда не собираюсь Все, что меня ждет, это лишь домашние дела А просто соберу весь свой волос в хвостик Ну и сейчас мне осталось нанести макияж на свое лицо И все, как бы на этом мои утренние процедуры По уходу за собой обычно заканчиваются Я вам не показывала, мне кстати много средств новых пришло Что-то как-то все нету времени снять отдельное видео Заказала у Фаберлик вот такую вот линейку для ног Это вот, это идет специальный гель от натоптышей мозолей Дальше у нас идет скраб для ног, маска для ног И крем для ног Крем мне вообще очень понравился Такой приятный аромат у него, такой очень нежный А тут у меня новые заказы я вам тоже не показывала Сейчас покажу, что у меня тут Ну тут всевозможные маски для лица Это у меня все идет от Фаберлик Такие вот разные, разные, разные Тут у меня тканевые маски для лица Тоже они все разные Заказывала у Фаберлик Уже частью, конечно, я попользовалась Часть еще осталась Тут у меня патчи Это у меня специальные ампулы Заказывала против выпадения волос Но я этой серии еще не начинала пользоваться Потом начну И здесь у меня специальные ампулы для лица Восстановление и активация клеток Омолаживающая как бы программа Ну попробуем, потом потестим Вам покажу В общем так вот Так, что я вам еще не показывала Ну тут вот туалетные воды Мне приходили Это вот от Эйвена От Эйвена, кстати, вот они одинаковые Просто это в маленьком флакончике У меня туалетная вода Это вот в большом флакончике Я заказывала Это у меня Дживанши Это я покупала в отпуске туалетную воду Вот эти две туалетные воды Заказывала в Фаберлик Смотрите Миссис и Мистер Инкогнито Мне прям так понравилось И ароматы у них прям вообще потрясающие То есть вот эта туалетная вода моего супруга Это моя Очень вкусно пахнет Потом Тут у меня я вам показывала Это нефритовый цветок Тоже от Эйвена Туалетная вода Ну в общем Как-то так Вот это я еще Тоже пользуюсь Не закончилось у меня Ой, нету времени Снимать отдельные видео Что мне пришло Тут я не знаю вообще Честно даже стыдно показывать У меня тут такой срач нереальный Сейчас я вам покажу Конечно для этого ящика Нужны органайзеры И самая большая беда Это для тех Кто живет в поселке То что у них нету Как бы в зоне доступности Магазина фикс прайс Что ты в любой момент Можешь пойти И купить эти органайзеры Либо там Я не знаю Той же Икеи Что ты сходил и купил И все у себя организовал В отпуск поедем Я думаю Я все куплю для этого ящика Своего туалетного Пока что тут конечно Полный бардак Здесь у меня Заказывала у Фаберлик Такую специальную повязочку Если когда я маски наношу Чтоб волос не мешался Тут у меня спонжики Покупала их в фикс прайс Мне они вообще не понравились Не знаю Лежат Вообще по идее Надо бы выкинуть Кисточки Зеркало Это я временно организовала Это вообще коробочка Сейчас я вам покажу Из-под чая Знаете Когда чай продается наборами И в нем Несколько отделений Как бы разные Разные вкусы В каждом Вот отсеке Разные вкусы чая И вот как бы Чай закончился И я эти отсеки Организовала Пока что временно Организовала Для какой-то своей косметики Так Ну что у меня тут Тут у меня помадки Вот кстати Пришел Мне очень понравился От Эйвона Заказывала карандаш Для бровей Очень понравился Он такой стойкий Сейчас я вам покажу Подождите Ну вот смотрите Просто одной рукой Неудобно Вот Я наношу Вот я нанесла На руку И сейчас вам покажу Вот видно вам Нет Вот смотрите Я тут же его Вот тут же Растираю пальцем И он вообще не стирается Он вообще Вот ты его только-только нанес И он Ну настолько вообще Плотно держится Ну вообще никуда Это теперь Стирать только Специальными Специальными Какими-то маслянистыми Средствами Средствами В которых есть В составе Какие-то Жирные масла А так вообще Невозможно Я пробовала Даже мылом смывать Он не смывается Вот И Кисточка у него Смотрите Сейчас на фоне Белого Сфокусируется Вот видите Она такая Как бы Тройная идет То есть Он красит Волосковым эффектом В общем Для тех Кто ищет Что-то очень стойкое Я вам советую Вот Вейвы не увидите В каталогах Есть такие карандашики Мне понравился В плане Вот то Что очень стойкий Это мои туши Это мои тональные средства Которыми я на данный момент Пользуюсь Тут у меня пудра Там у меня кисти Тоже туши Какие-то блески Для губ Здесь у меня Новый запасной спонж Разные лаки Для ногтей Ну в общем Бардак Бардак девочки Нужны органайзеры Мне Очень-очень нужны И понимаете Нет возможности В поселке В своем поселке Как бы Я ничего такого Приобрести не могу Пока что приходится жить Пока что приходится жить Вот с таким вот Бардаком Ладно Все Начинаю Красить свое лицо И пойдемте Наверное на кухню Сегодня хотела Пожарить блинчики И Надо что-то Приготовить на второе В общем Переместимся с вами На кухню Все Все Мой макияж готов Кстати Использовала Помаду Новую От Фаберлик Сейчас вам покажу Вот Посмотрите Какие классные Оттенки Мне пришли Сейчас вам покажу Один оттенок Вот такой Они матовые Просто шикарный Просто шикарный И второй И второй Вот такой Такие красивые Мне так нравится Еще мне нравится Конечно То что это Матовые Помады Потому что Знаете Жирным блеском Никаким Не блестят Что у них За оттенки Сейчас я вам скажу Вот этот Вот который Ближе к коралловому Оттеночек 440-48 А вот этот Вот оттенок Такой Более Нюдовый У него Оттеночек 440-50 Очень мне нравится Так что Девочки Присмотритесь К этим Помадам Если Они Действительно Достойны И кстати Я вам не показывала Заказывала На Алиэкспресс Вот такие вот Бабочки Посмотрите На свое Зеркало Наклеила Такие Классные Мне так нравится Вообще И когда Свет Включен Либо солнышко Падает На эти бабочки Они прям Искрятся Переливаются У них На крылышках Находятся Блестки Они прям Так красиво Искрятся Когда Свет Падает На них Смотрите Какая Красота Так что У меня прям Столик Летний Прилетний Ладно Все Идем На кухню Так Переместились Мы с вами На мою Кухню Что Я планирую Сегодня Приготовить Очень Очень Быстрый Простой Обед На обед У меня Сегодня Будут Котлеты Я их Не буду Жарить На сковородке Я просто Запеку В духовке Так Менее Заморочно Очень Темно Потому что У нас Погода Плохая Сейчас Вам покажу Видите Все в тучах Скорее Всего Будет Дождь Так В общем Сейчас Пожарю Котлетки В духовке И Я планирую На гарнир Приготовить Рис Рис Я взяла Вот такой Вот Четыре вида То есть Смесь Из четырех Видов Риса Он Очень вкусный Мне он Очень нравится Рис У меня Будет С овощами Хочу Добавить Вот такую Итальянскую Смесь Ну Как бы Просто Рис И котлетки Ну Салатик Конечно Какой Надо будет Нарезать И К чаю Хочу Приготовить Блинчики Сейчас Поставлю Тесто Будем Начну Жарить Блинчики И затем Все остальное Гром Гремит Сейчас Дождик Будет И затем Все остальное Будем Готовить Ну Что Приступим Гремит Гром Не знаю Как Мне будет Слышно В общем Что я делаю Добавляю Три яйца Сразу Солю И Добавляю Сахар Соли Приблизительно Столько Здесь у меня Пол столовой Ложки Ну Грубо говоря Это Одна Чайная Ложка И Сахар Я добавляю Где-то Две Столовые Ложки Нужно Даже Две С половиной Вот так Все это Перемешиваю Венчиком Добавляю Молоко Один Стакан Дождик Пошел Опять Все это Венчиком Перемешиваем Добавляю Чуть-чуть Растительного Масла На глаз Грубо говоря Тоже Одна ложечка Должна быть Масла Все перемешали И затем Добавляю Муку Сколько муки Мне сложно Сказать Потому что Я всегда Смотрю По консистенции По массе И Добавляю Всегда На глаз А вот Добавил Одну Горсточку И Надо Хорошо Венчиком Все перемешать Блин Дождик Идет Сейчас Я закрою Балкон Чтобы Не так Шумно Было Вот так Вроде Потише Поэтапно Ввожу Муку Потому что Если сразу Всю ее Насыпать То Образуются Очень крупные Комочки Которые Потом Будет Сложно Размешать Добавляю Горсточку Еще Горсточку Добавляю И так Вот Смотрю Вот По Консистенции Ну Вот Смотрите Вот Такой Консистенции У меня Она Получилась То есть Оно Не Густое Но И Не Как Вода Такой Сейчас Включу Плиту На первую Партию Я Прям Капельку Кладу Растительного Масла Маленькую Маленькую Капельку Сейчас Я ее Поперю Кисточкой А уже Последующее Я Вообще Маслом Сковородку Не смазываю Потому что Ну Оно Добавлено В тесто Специально Для того Чтобы Блинчики Хорошо Отходили Все Нам Надо Подождать Чтобы У нас Сковородка Хорошо Накалилась И Можно Будет Приступать И Жарить А Сейчас Наверное Поставим Наши Котлетки Печься В Духовку Возьму Противень Тоже Смажем Противень Растительным Маслом Ливень Такой Идет Сильный Кошмар Так Смазали Выкладываем Котлетки Все Котлетки Я выложила Доску Надо Помыть Сейчас Я включу Духовку Чтобы Она у меня Разогрелась И Затем И Сейчас Как у меня Духовка Нагреется Можем Котлетки Отправляться Запекаться Пока что Пусть они Полежат Тут Что Рис Рис Надо Сначала Хорошо Промыть Привык Сначала Хорошо Промоем Рис И Как только Я его Промою Можно Будет Сразу Ставить Его Варить Все Достаточно Сейчас Воду Сольят Пересыпаем В кастрюльку Водичку Я набираю Фильтрованную Для готовки Все То есть Можно Ставить Ставим В наши Котлетки Духовка Разогрелась Пусть они Жарятся Рис Тоже Ставим На Медленный Огонь Понятно Вот На Медленный Огонь Ставлю Сейчас Воду Немножко Подсолю Открываю Крышкой Тоже Все Теперь Ставим Тоже Сковородку И Здесь Налью Растительное Масло 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 Здесь У меня Будет Итальянская Смесь Ее Надо Обжарить Сковородка Я думаю Я думаю У меня Уже Нагрелась Можно Наливать Блинчик Распределяем Курсы Сковородки Пусть Блинчик Жарится Все Сейчас Мне надо Будет Подготовить Начинку Для Блинчиков Часть Блинчиков Я хочу Чтобы У меня Были Сладкие Я Сделаю С Вареньем И С 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 Творожным С 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 Ну Все В Водичка Испарилась Я думаю Он Готов Сейчас Я его Отключу Так Вот Моя Смесь Смесь Тоже Уже Обжарилась Сейчас Мы Сюда Добавим Рис Все Я Все Перемешала Вот Такой Вот Гарнир У меня Получается Рис Этот Очень Вкусный Вот Из Четырех Видов Ну И Тут Я Рассказывала Кукурузка У меня Присутствует Морковка Брокколи Вон Брокколи Вот Видите Горошек Болгарский Перец Помидоры В общем Готовый Вкусненький Рис Сейчас Он Еще У меня Буквально Одну Минутку Обжарится Вместе Смесью Я Буду Его Выключать Он Готов Так Блинчик Пора Перевернуть Все Так Ну Тут Чуть Чуть Осталось Тесто Сейчас Я его Прям Быстренько Дожарю И Давайте Я Уже Начнем Их Фаршировать Я Подготовила Начинку Смотрите Часть Блинчиков Хочу Сделать Сладкими Вот Тут У меня Находится Сметана Я Хочу Эту Сметанку Перемешать Вместе С Клубничным Вареньем И Как Бо В Такую Сладкую Смесь Макать Блинчики И Часть Блинчиков У меня Будут Соленые Я Взяла Творожный Сыр От Хохланд Он Идет Зеленью Но Я В Такой Сыр Все равно Добавляю Еще Сверху Зелень Ну Как Укроп Свежий Укроп Нарезала И Добавила Вот У меня Сыр Творожный Сыр Со Свежим Укропчиком Здесь У меня Икра И Здесь У меня Рыбка Рыбку Я Брала Вот Такую Горбушу Холодного Копчения Она Была В Нарезке Вот Такими Колесиками Это Чисто Филе То Есть Она Уже Без Косточек И Вот Эти Колесики Я Нарезала Полосками Итак Сейчас Покажу Что Я Буду Делать Дальше Смотрите Берем Глинчик Кладем Сюда Творожный Сыр Так Икру Икру И сворачиваем В рулетик Так В рулетик Свернули И Нарезаем Наискосок Выкладываем На тарелочку А в другой Блин А в другие Блинчики Получается Вот Я так же Кладу Сыр Выкладываю Рыбку Сверху Сыра Также Сворачиваю В рулетик И Нарезаю Все Это Выкладываю На тарелочку Завернула Я Блинчики Вот У меня Часть Тут С рыбкой Часть С икрой А Здесь Я Навела Сметанку С клубничным Вареньем И Просто Блинчики Будут Макать Сладко В общем Такой Вот Десерт К чаю Так И сейчас Я вам Покажу Что у меня Получилось На обед Обед Вообще Получился Незамороченный Рис Котлет Котлет Салат Салат Нарезала Свежей Зелень С Укроп В общем Всем Приятного Аппетита Ну а я Думаю Что пора Заканчивать Это видео Так как Оно У меня Уже Получилось Очень Длинным На сегодня Съемок Достаточно Я вам Всем Желаю Хорошего Настроения И Замечательного Дня Спасибо За то Что Подписываетесь На мой канал И спасибо За ваши Лайки